Уважаемый господин министр, мы рады приветствовать делегацию Республики Гамбия в Москве. У нас на вне, проверенное временем отношение, мы ценим наше сотрудничество, и в будущем году будем отмечать 50-летие в основе наших дипломатических отношений, которые состоялось в 65-м году прошлого века. We highly appreciate our long-lasting relations, and next year we are going to celebrate the 50th anniversary of our diplomatic relations, which were established in 1965. С тех пор, все эти годы, наши отношения развивались устойчиво, на основе взаимного уважения, и в их основе лежит близость в глядах на вопросы международных и региональных отношений. And since then, our relations have been developing on a stable basis and on mutual respect, which is determined by a proximity of our views on regional and international agenda. Как и в годы борьбы Африки за деколонизацию, мы все интересованы в том, чтобы ваш континент становился более самостоятельным, активнее развивал свою экономическую базу, богатейшие природные ресурсы, и становился важной опорой многополярного мира, который сейчас объективно формируется. Мы хотим, чтобы наша политическая близость, хороший диалог на разных уровнях подкреплялся наращиванием торгово-экономического сотрудничества. Насколько я понимаю, эти вопросы будут обсуждаться и в ходе вашего пребывания в Москве. Наша компания заинтересована в сотрудничестве вместе со своими партнерами из Гамбии на целом ряде направлений, включая освоение углеводородов на гамбийском шельфе, сотрудничество в сфере рыболовства, туризм, очень перспективная область. Наши отношения включают такую важную сферу, как образование. За многие годы сотрудничества в нашей стране получили образование сотни гамбийцев, и сейчас несколько десятков граждан вашей страны обучаются в российских вузах. Мы хотим и этого всячески активизировать. And another important element of our relations is education. And it is very important for us. Hundreds of gambians have received education in Russia, and right now dozens of gambians are receiving their education in Russia. And we want to activate this. В целом, мы высоко ценим визит вашей делегации, вас, как министра по делам президентства, с участием министра иностранных дел республики Гамбия. Усматриваем в этом визите взаимный настрой на углубление наших связей, и будем искать конкретные пути для того, чтобы двигаться в этом направлении. Добро пожаловать еще раз. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин, М.М. 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 Министерство интернациональной кооперации. Я взял внимание в твои заявления, которые очень впечатляют. О том, что Россия получила сильный президент на Африкском континенте, и вы играли основную роль в политической liberации Африки. Это факт, который очень благодарен от Гамбии, особенно от президента. Спасибо за ваше теплое приветствие. Я здесь нахожусь в качестве представителя президента Республики Гамбия, господина Джамме. Также в мою делегацию входит министр иностранных дел. Я внимательно слежу за вашими выступлениями. Хочу сказать, что они меня вдохновляют. Также я хотел бы отметить, что Россия имеет очень сильное присутствие на Африкском континенте, и играет очень важную роль в политическом освобождении. Что я также хотел бы отметить. Гамбия may be a small country in terms of land and population size, but we've had a very active role in the international community, including enjoying the presidency of the UN Security Council in the late 90s, and we've also been the chairperson of the African Union of Peace and Security Council, адепт to the strategic location of the country. And knowing very well the role that Russia has played in the liberation of the continent, we are offering ourselves as a platform for a more active role for Russia, given the fact that Africa is now regarded as the new frontier in terms of global economic activity, to make sure that Russia, which has been a partner in the past, when it was difficult, becomes an even more significant partner, as African countries begin the process of exploiting their natural resources in a more significant way and transforming the socio-economic situation on the continent. And I also wanted to say that, although Gambia is a small country in the number of countries, we play a very active role in the international community. So, for example, in the 90s we were founded in the Security Council of the UN Security Council, also in the Security Council of the World Security Council, and we know that Russia has played a huge role in the liberation of the African continent. I bring a special message of gratitude and appreciation from His Excellency the President of the Republic of the Gambia for the and the role that Russia has been playing on the African continent, because my President is a very strong Pan-Africanist. And I noticed in your statement that you mentioned the concept of mutual respect in relationships, a concept that the Gambia has been very much strongly advocating in the current international set-up. This is the kind of relationship that we value, and this is part of the of the reasons why we are here. We have a very strong tourism industry. We are well endowed with enormous fisheries resources and other hydrocarbons. And in our search for credible and reliable partners, we believe that we could not have better strategic partners than Russia. That is part of the reason we are here. And we are looking forward to a very fruitful relationship. to quote from you again, and based on my President's philosophy, a relationship of mutual understanding, mutual respect for all the parties and the shared values that we enjoy. And I also came here with a special message to express the thanks to President Gambia and Mr. Djamme in the case of the important role that Russia has played on the African continent. And my President is a member of the pan-Africanism. And, the main thing is, it is a mutual respect for what Gambia is, and what we are here. And we agree with that, that is one of the reasons why we are here. We have enjoyed a lot of support from you, to which the earliest scholars in the Gambia, especially our doctors, surgeons in the medical field, were trained here in Russia, mainly as grants towards our socioeconomic development. Even still currently, we have Gambian students in Russia. We have enjoyed a lot of support and cooperation from you. We bring that message of gratitude and look forward to an engagement that would be even more mutually beneficial. And we thank you again for receiving us on behalf of His Excellency, the President of the Republic of Gambia. Thank you. We are glad to see you, and let's continue our talks. Thank you. Thank you. Thank you.